Ребята, всем привет! Сегодня я в этом блоге буду, с вами Ксения. Ну, как многие, наверное, знают, что 4 июля это День независимости США. И американцы очень любят этот праздник, конечно, и празднуют все. И большинство людей в этот день не работают. В этом году День независимости упал на четверг, поэтому большинство людей не работали. Например, я не работала, папа в школу, ну, в числе это, поэтому все в школу не ходят, поэтому, конечно, дети не ходили в школу, все было почти закрыто. И поэтому я решила записать блог на это время. Я вам сразу тоже хотела сказать, что мы с мамой как бы договорились не менять нашу жизнь под YouTube. То есть, например, многие делают какие-то вещи, ездят куда-то на какие-то поездки, чтобы сделать контент и поставить как бы подписчикам. Мы просто живем своей обычной жизнью и снимаем и делимся с вами. Но иногда для одного, например, видео не хватает контента достаточно за один, например, день. Если я только бы сняла 4 июля, конечно, это было бы влог 5 минут, и он бы быстро закончился. Поэтому я скомбинирую выходные до 4 июля и на протяжении до следующих выходных. Я вам покажу, кстати, я забыла сделать вступление, получается какой-то... Я, кстати, снимаю это вступление уже в конце влога, поэтому вы видите мои чуть-чуть более светлые волосы, которые я покрасила в этом влоге, вас тоже с собой возьму. Но первое, что вы видите, это как я еду играть на теннис по субботам по утрам, потом я с подружками гулять буду, потом вам покажу. Мы опять на лодку поехали, поэтому вот вас с собой возьму, и где-то в протяжении 10 дней этот контент я для вас собирала. Еще хотела вас попросить оставить комментарии, что вы хотите, чтобы мы, может быть, снимали какие-то видео. В ближайшее время у нас две идеи с мамой уже есть на следующие два видео, но после этого, по крайней мере, ничего у нас не запланировано. Я знаю, кто-то меня спрашивал сделать видео про работу, мою работу, и я долго думала, как это сделать, потому что, если честно, я предпочитаю свою работу чуть-чуть держать, как бы не в соцсетях, не на камеру, и поэтому то, что я могу сказать, и то, что я хочу говорить, может быть, о своей работе, как бы вам было бы интересно, я не очень хочу это выкладывать на публику, конечно. И поэтому я не уверена, могу ли я собрать целое видео на этот вопрос или нет, на эту тему, даже могу сказать. Поэтому, что я подумала, если у вас какие-то есть идеи, как я могу сделать это более интересно, но все равно не выдавая название в компании, и, может быть, что вот именно мы делаем, какие клиентами мы именно работаем, или у вас есть какие-то специфические вопросы, я могу вам записать быстрые ответы в шорт, или я могу вам ответить это в комментарии, если это легко ответить. Поэтому, как бы, подумайте, я вижу ваши комментарии, поверьте мне, я не игнорирую, я знаю, у меня пара человек постоянно под видео спрашивают про работу, честно, не знаю, я пыталась и так, и так, и так записать, и не смогла как-то скомбинировать хорошее видео, чтобы вам было интересно и достаточно информации про мою работу, вот, точно. Поэтому подскажите, помогите, как бы вы это, может быть, сделали, может быть, какие-то специфические вопросы есть, которые, опять же, могу ответить, и какие вам темы интересны, может быть, про Америку, жизнь в Америку, в Америке, может быть, про, знаете, как наши дни проходят, вот, я, мы уже не знаем, поэтому скажите, что вам будет интересно, и мы, конечно, попробуем это для вас снять. Но, мне кажется, всё, до вступления с вами уже наболталось, смотрите наш канал, подписывайтесь, конечно, ставьте нам лайки, и я уже вам в прошлом видео говорила, но, на всякий случай, кто не смотрел, мы с мамой, нам постоянно, особенно в Инстаграме приходят вопросы, где вы купили это, где вы купили то, и, честно, нету, не успеваем отвечать на всё, и поэтому мы сделали Amazon Storefront внизу, где вы можете всё найти, всё, что мы там включаем, это всё, то, что мы точно использовали и покупали, и у нас есть в нашем доме, поэтому смотрите, если вам интересно, там есть разные категории, там, прям, вы животные, мамина одежда, моя одежда, всё для дома, всё для кухни, поэтому мы очень много нам в Amazon покупаем, поэтому смотрите внизу. Но, надеюсь, вам понравится мой влог про 4 июля и выходные, включая, и пару будней моих, и приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, ребята! Сегодня суббота, и, как всегда, у Ксении глобальные планы на выходные, на жизнь, и почему-то я второй год подряд решила по субботам заниматься теннисом в 10.30 утра. Мы знаем, я не утренняя птица, поэтому не знаю, что я так решила. Мне вставать почти в то же самое время, как и на работу приходится, потому что это где-то полчаса на велосипеде или час пешком от моего дома. У меня еще надо почку выкулить, вся собрать, всякое такое, поэтому рановато получается. Я, наверное, после этой сэшн поменяю на будни, потому что я не знаю, что я бы сразу в будни не сделала. По идее, у меня всегда свободный будний вечер, поэтому мне кажется, что это намного легче будет, чем в выходные в 10.30 по субботам. Сегодня ко мне приезжает подружка Джулли, она вообще, я познакомилась с ней в Чикаго, но она потом переехала в Нью-Хэмпшир со своим парнем, они там живут, вот у них свадьба скоро будет, в Кейп-Кот, это Массачусетс, через месяц. Она прилетает померить платье свое, потому что у нее родители здесь живут, и она здесь купила свое платье. И вот мы сегодня ходим в ресторан, всякое такое. Меня кто-то на прошлом логике попросил, если я могу записать свадьбу, скорее всего, я запишу поездку в Кейп-Кот, но саму свадьбу не буду, потому что это ее момент, я не буду, конечно, на YouTube это ставить. Я знаю, что она мне скажет, конечно, записывай, но что-то, мне кажется, не очень хорошо будет это делать, поэтому саму свадьбу не буду, но запишу поездку туда. Ну, однажды, сейчас Миша действует до моего урока, и начну. Ну, ребята, после тенниса, моя подруга и я, Джуэй, которая, я вам говорила про ее свадьбу тоже через месяц, мы решили пойти и пустить в ресторан, и посмотрите, какой вид. Мы, скорее всего, тоже на ужин куда-нибудь пойдем, посмотрите. Вот такой вот ресторанчик, вон она сидит, кушает там. Но это морские продукты, поэтому мы поели самуны, крапки, как вся вкусняшки, ну, посмотрите, какая прикольная красота. Ну, ребята, наша еда пришла, посмотрите, какие вкусняшки, и вид, конечно. Ребята, если смотрели наш Чикаго-влог, вы знаете, что это мамино любимое место, Starbucks Reserve, мы с подружкой решили забежать и взять экспрессу-мартини. Пусть покажут. Пусть покажут. Очень кушри. Это правда. У меня дальше продолжают приходить мои миллы вкусно вот на эту неделю. Это кейс-идея, вот стейк, по-моему, да, биф, oh, pot roast, это такос, всякие вкусняшки, это curry, очень excited, curry. Ребята, я забыла сделать вступление на этот клип, мы с девчонками решили пойти йога на крышах, по идее, сразу вам скажу, не очень много было йоги на этой крыше, но было много танцев, было много просто вот музыки, всякое такое, зная ютуб, я не знаю, заставят меня убрать эту музыку или нет, а поставить какую-то другую, но посмотрим. Но мы с девчонками, нам очень понравилось, во вторник вечером мы сходили, и знаете, вот так просто вот приятно провести время в будний день, мы потанцевали, всякое такое, и нам очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Ребята, я вам пару месяцев назад в блоге говорила, что я буду возвращаться обратно блондинку, и этот день пришел, бегу сейчас на пойман. По идее, сегодня рабочий день, сегодня среда, но я поговорила с начальником, не против ли он, что если я поработаю из салона, у них есть Wi-Fi, поэтому интернет, поэтому я могу там работать, он сказал, да, конечно. Поэтому буду сегодня вторую часть дня работать из салона, ну покажу, как пройдет, покажу, что получится, надеюсь, все хорошо. Я только что голову помыла, даже не укладывала, потому что они говорят с чистой головой приходить, поэтому бегу-бегу, возьму вас с собой. Ну, ребята, она опять блондинка! Ну как, мне кажется, идеально. Такое, вообще, как бы натуральный блонд, даже, ну, вот, не покрашенный, мне очень нравится. Ребята, по идее, день независимости завтра, это когда вот большой фейерверк, и все празднуют, но, ну, сегодня третье вечера, и сегодня будет фейерверк главный в Чикаго возле Navy Pier, а не завтра. Поэтому пойдем со мной на крышу нашего здания и посмотрим фейерверк на День независимости. Мне кажется, еще один будет в Чикаго на День независимости, Фарворк, но он, скорее всего, будет в другой части города, а не в моей части города. Поэтому моей, пошлите, давайте пойдем посмотрим в моей части города, который они делают сегодня, а не завтра. Доброе утро, ребята! Ребята, ой, боже мой, нужно привыкнуть к себе, блондинки. Сегодня 4 июля, День независимости Америки. У нас сегодня day of, то есть мы не работаем. Я еще и завтра не работаю, потому что я просто взяла себе day of, поэтому у меня длинные выходные. Четверка-пятница, вот воскресенье. Ох, не могу дождаться. Но сегодня с девчонками, мне кажется, одна и та же история, каждый раз, когда я влог делаю, мы должны были с девчонками сегодня пойти в бассейн у одной из моих подружек и просто провести как бы день там в бассейне. Но последний момент один из наших друзей написал, говорит, девчонки, хотите опять на баут, на корабль, на озеро? Мы такие, конечно, 100%, поэтому сегодня опять баут. Погода не очень пасмурная, но теплая, поэтому нам, как Араэсси, все равно мы загорать никто не любим, поэтому нам и лучше, что солнца не будет. Тепло на улице. Вчера, кстати, я вам показала фейерверк наш. Мы чуть-чуть подальше, чем сам фейерверк, поэтому, мне кажется, не очень так смотрелось, знаете, грандиозно. Но если ближе к фейерверку, конечно, выглядит намного лучше. И как мы делаем, когда мы идем на баут, девчонки обычно отвечают за продукты и за кормежку, потому что парни, ну, как бы, за саму баут, это купили, платят за нее, ее там бензином нужно же все это, то есть они за это все делают, и за сейфти нас, чтобы мы, знаете, безопасности были, чтобы никто не утонул, поэтому они за это отвечают, а мы, чтобы все покормить, отвечаем. Мы как выбираем одна, девчонка обычно идет и покупает главную еду, а остальные приносят маленькие снайки. В этот раз я отвечаю за продукты, поэтому я пошла, пойду сейчас куплю сэндвичи, вас с собой возьму, я Боську тоже прогуляюсь, возьму себе кофе, возьму сэндвичи. Можно бутерброды по идее делать, но всем нравится разное, поэтому купить продукты намного труднее и дороже, скорее всего, чем просто пойти взять сэндвичи, если честно. Поэтому я сейчас пойду, возьму всем сэндвичи, возьму попкорн, скорее всего, то, что с другой чипсы принесет, возьму какие-нибудь фруктики нам, возьму воду, на всякий случай, если кто-то забудет воду, чтобы у нас была вода. И, да, приду домой, начну собираться и возьму вас с собой. Ну, по делам я-то сама ходить не умею, мне же нужно помощника с собой взять, да? Помощник. Люди наряжаются на праздник, видите? Синее, белое и красное. Ну, мы забежали в Чимми Джонс взять всем сэндвичи, чтобы они вкусно покушали, да? Ну, и как же без пап-капа для малыша в Старбаксе? Вкусно? Окей, ребята, давайте я покажу, я сейчас пакую с собой еду, опять, извиняюсь за фронтальную камеру, просто если, опять же, буду усменить, апатар. У меня есть такая сутка, она как кулер, то есть она помогает держать все холодное. Что я сейчас буду делать? Я, давайте, мне кажется, здесь будет дурь, я сейчас чуть-чуть вас повернем. Смотрите, я заморозила, но я начала замораживать воду. Мы ее сначала положим. На всякий случай, если кто-то забудет свою воду, у нас есть... Так, потом у меня есть мои напитки. Давайте я, слушайте, вас возьму сюда месяц лучше. Ой, 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 скажут, Ксения, пожалуйста, организуйте это все получше. Надо. Но Ксения, как всегда, везде опаздывает. Поэтому Ксении приходится вот так вот снимать. Ну, вы видите, реальную жизнь. Потом я люблю вот эти вот напитки, они из текилы. Я себе положу пару, мы всего лишь там один или два. Но на всякий случай, что бы было, если кто забыл, кто хочет, возьму это. Потом у меня всякие разные есть, вот американские чулы, всякое такое. Я возьму их с собой, я вообще их не пью, кроме того, как вот, когда идем в бассейн или что-то такое. Поэтому я их положу сюда. Да, если кто захочет, у меня будут. Я знаю, обычно люди свои привносят, но на всякий случай. Потом наши сэндвичи мы взяли из Джимми Джонсона. Сэндвичи. Все мне сказали, что они хотят, я им все взяла. Кто-то запросил майонез, поэтому майонез у них попросила. Так, что у нас еще есть? И вот еще сэндвичи. И плюс фрукты. Джаки обожает это. Golden berries. Я не знаю, что это такое, но они вкусненькие. Скажите, что это за фрукты? Это не помидоры, это фрукт. Без понятия. Ну, blue berries. Перекусить. Right berries. Окей, это музыка. Скорее всего, фрукты придут в другую сумку класть, они туда уже не помещаются. И все, и они будут держать холод здесь, и у нас продукты будут хорошо. На корабле болт есть холодильник, поэтому мы туда все забросим. Но вот сумка готова. Ладно, побежала, свои личные вещи сейчас быстренько запакую. И на Uber поехала. Ну, и вот outfit на сегодня. Просто обычные такие штанишки, я даже не знаю, леновые называются. Такая кофточка сверху. И под низом, конечно, baby suit, то есть купальник. Ну вот, решила шапочку выгулить, шляпочку. Ну все, побежала. Ну, Бося, как только понимает, что я куда-то иду в этот день, и начинает переживать. Бося, я тебе взяла до Гокера. Джейн, она придет. Чего ты переживаешь? Мама домой придет через пару часов. Дай маме на воде погулять с подружками, а? Молодой человек. Эти люди на пляже наслаждались. Дай маме на воде погулять с подружками. Дай маме на воде погулять. Дай маме на воде погулять с подружками. Да, купаться можно. Мы с девчонками здесь. Ребята, я хотела вам показать. Посмотрите, какие прикольные джинсы я взяла. Это блестяшки. Их нужно с каблучками, конечно, с какой-то кофточкой хорошенькой. Ну вот, в следующий раз, когда пойду куда-нибудь, обязательно их одену. Но есть одна проблема. Я их заказала через магазин, то есть не через онлайн. То, что не было на онлайне размера, которого мне нужно было, через магазин. И сейчас покажу, как они пришли. А вот как они пришли! Поэтому сейчас пойду с Боськой, кстати, с его коляской в магазин этот, чтобы они его сняли. Нам прислали из другого магазина, то есть в другой location, из другого города. Но пойду в этот, чтобы сняли. А вот наряд, ну, outfit, который я бегу по делам. Это платьица. Я взяла, кстати, на Амазоне. Линк поставлю внизу. Для тенниса и для гольфа. Тут шортики. Можно все сделать, отрегулировать. Но мне нравится по делам. В нем бегать тоже летом, поэтому побежали. Ребята, в этом магазине столько всего блестящего. Конечно, весь гардероб отсюда не надо, но смотрите, я примеряла это в прошлый раз. Даже здесь вот как бы есть как сет. Но такое хорошее. Опять же, и на каждый день, ну, вот пару таких вот прикольных вещей, мне кажется, иметь в гардеробе нужно. Да, Босья? Ты согласен? Молодец. Ну, смотрите, сколько всего. Прикольного платья. Всего-всего, что вы хотите. Ребята, кто-то на видео, где мы с мамой говорим про хобби, оставил комментарий и сказал, ребята, на диване-то лежать можно? Ребята, не только можно лежать на диване, и нужно лежать на диване иногда. Вот сегодня суббота. Ну, у меня была такая насыщенная неделя, могу вам сказать, до субботы. Но сегодня я пошла, взяла себе салатик, потому что мои все вкусняшки закончились. Я уже жду доставки следующих. Покажу вам, может быть, в конце видео. Налила себе бокальчик хорошего вина, который мне подружка принесла. Водичку. Сейчас поставлю какой-то фильм. Кстати, посмотрите какие-нибудь хорошие фильмы, сериалы, а то я ничего не могу найти хорошего. И буду еще сидеть весь вечер, наслаждаться вкусненьким. Может быть, мороженое еще поем, может быть, хожу, свожу его мороженое взять. И вот Боська ко мне пришел на его любимое место под мой столик. И будем расслабляться. Поэтому нужны и крэйзи дни, когда вы что-то делаете, куда-то ходите, но и нужны дни, когда вы сидите на диванчике и ничего не делаете. Так же важно. Ребята, извиняюсь, что опять на переднюю камеру я сидела на диване, как вам показалось сегодня. И чего-то мне хотелось показать вам сумку свою. Потому что я хотела записать это видео, ну, этот клип в этом видео все равно, но что-то сейчас прорвался как-то, знаете, интерес, и решила вам записать. Я себе купила новую сумку. Я вам уже ее показывала, по-моему, вы ее видели, когда я пошла с Джулией в ресторан. В течение дня. Вот, вот это вот новая сумочка. Давайте расскажу про историю этой сумочки. Я вообще, как вы знаете, люблю дорогие вещи, ничего не могу сказать. И у меня есть пару дорогих дизайнерских сумочек. Ну, в последнее время я тоже вам рассказывала это в видео уже, когда было видео про вот что, какие дорогие покупки стоят или не стоят. В последнее время почему-то мне не очень как-то так интересны бренды и дизайнерские, особенно бренды. Мне кажется, потому что я из семьи иммигрантов. Конечно, когда мы переехали в Америку, пришлось все сначала начинать. Денег не очень было покупать, какие-то дизайнерские вещи. Наверное, пару лет назад я только смогла себе позволить первую сумку купить. Я, по-моему, я свою левитант купила в 2020 году, то есть 5 лет назад. И поэтому, знаете, когда появились деньги собственные, я начала хорошо зарабатывать на своей работе. Хотелось, конечно, и то купить, и то купить, и то купить, и то хотелось купить. Конечно, я все покупала. Но поносив пару лет это все, не знаю, мне больше качественные бренды теперь нравятся, что-то, что незаметно, то, что не показывает в этом лого много. Поэтому я решила теперь деньги вкладывать в хорошие-хорошие качественные сумки, качественные вещи. Но где нету огромных брендов, которые вот и лого, которые прям кричат, что вот я Диор или Лю Виттан или что-то такое. Все равно, конечно, маленькие кусочки я буду какие-то покупать. Но я не хочу свой гардероб полностью строить вокруг только лого и брендов. Я хочу качественные вещи. Но вот это вот, по идее, это британский бренд, но сделан он и в Испании. Стопроцентный ледер, кожа, и внизу стопроцентный коттон. Мне он очень нравится. Сумочка очень хорошая, мне уже комплименты давали, никаких брендов, то есть лого нету. Вот очень мне очень нравится сумочка. Пришла в коробке и плюс еще в таком красивом пакетике, что мне очень было приятно. Поэтому, если вы ищете сумку, она, по-моему, не обошлась 500 с чем-то долларов с доставкой. Они ее из Британии прислали мне. Мне она очень-очень нравится. По-моему, даже вот есть, да, вот такой вот пакетик. Я когда путешествую, кладу в сумки пакетик, а когда они у меня дома стоят, я люблю класть их вот просто вот так вот, чтобы оно держало больше, лучше шейп свой. Ну вот, хотела вам показать, я уже ее пару раз одела. Мне она очень-очень нравится, очень удобная, очень практичная. Тут все можно менять и хорошее очень качество. Поэтому, если кто ищет сумку, советую. Ну вот, ребята, вкусняшки на эту неделю. Посмотрите, какие хорошенькие. Это кимчи с бифом, это шварма. Эту часть я съем кейсадия. У нас есть саумен, тут тоже кимчи. Вот лазанья. Ям-ям-ям-ям-ям. Смотрите, какая вкусняшка получилась. Это рис с грибами, рыбка красненькая, приготовленная. И я добавила авокадо и помидорочки. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Я хотела тоже сказать про эту еду. Я вам показывала ее Кук Юнити, в котором у меня приходит еда. Но если вы не смотрели мой прошлый влог, то было, мне кажется, не очень понятно, что я именно там снимала и что показывала. Это я не люблю готовить. И поэтому я заказываю себе каждую неделю. У меня приходит приготовленная еда. И вот как бы я так питаюсь в последнее время. Мне очень нравится. Если хотите больше узнать, скажите. Я, может быть, сниму отдельное видео. Ссылки я оставлю внизу под все, под название. Поэтому смотрите. И увидимся в следующий раз. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok